С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. В Ненинском округе проведены командно-штабные антитеррористические учения при координирующей роли оперативного штаба. По легенде, учений группы неустановленных лиц совершен захват нефтеналивного морского судна с экипажем, находящегося у причального сооружения в морском порту Нарьенмар. Всего в учениях задействовали более 200 сотрудников территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны России. Отработан порядок совместных действий сотрудников правоохранительных органов, окружных и муниципальных учреждений под руководством оперативного штаба в НАУ. Согласно легенде, учений группа неустановленных лиц совершен захват нефтеналивного морского судна с экипажем, находящегося у причального сооружения в морском порту Нарьенмара. Кроме того, на территории порта по месту размещения берегового резервуарного парка нефтебазы Ненецкой нефтяной компании обнаружено самодельное взрывное устройство. Угрожая убийством заложников и подрывом морского судна с опасным грузом, на борту преступники выдвинули неприемлемые требования политического и экономического характера. С учетом сложившейся обстановки оперативным штабом в НАУ принято решение о проведении контртеррористической операции. В рамках учений были отработаны вопросы по пожаротушению объектов берегового резервуарного парка нефтебазы и морского судна. Во взаимодействии с аварийно-спасательным формированием Морспасслужба Росморречфлота реализован план по ликвидации аварийного разлива нефти в прибрежной части акватории порта. Со своей стороны мы определили по предыдущим учениям силы и средства, которые необходимо было приобретать для защиты населения. Часть средств было приобретено. По итогам этих учений мы сделаем определенные выводы, докупим те необходимые средства, которые позволят обеспечивать безопасность населения. С учетом рекомендаций Национального антитеррористического комитета приняты меры по поддержанию в постоянной готовности сил и средств, привлекаемых к проведению КТО на территории НАО. Руководство учений положительно оценило слаженность действий как группы оцепления, так и захвата. Дмитрий Марков, Леонид Шишелов, Телеканал Север.